Славян в Германии 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 Городок, что раскинулся Вокруг, называли Кицин Ныне Кестин К западу от реки Жили славяны Абодриты А к востоку Лютичи И бодричи Абодриты Хранили память о том Что их владитель Князь Гостомысл Сын Буревоя В 844 году От рук германского короля Людовика II Немецкого Из Баварии Пал Упоминали его Фульские анналы А в России Сам Татищев Одного из внуков Гостомысла Просили княжить К себе Великий Новгород Славян Руси И Веси Кривичи И Дреговичи А звали сына Умилы Рюрика Слависты Исследовали Переезд Князя Руан Гостомысла От немцев На озеро Ильмин Немецкий Славист XVIII века Готлиб Зигфрид Байер Из Академии Наук Санкт-Петербурга Не сомневался В реальности Существования Предка Рюрика И кайсаров С тургенемом С большим вниманием Собирали любую информацию На этот счет В городках Кемниц И Фрайберг Это были Исконные Славянские земли В горах Находили следы Идолов Святилища В Герлице Ректор Показывал Собрание Славянских Древностей В университетской Библиотеке Собственные книги Некоторые студенты Пожелали Скопировать Сокрушаясь Что не имели В средневековой Руси Своих историков А токмохронистов Фиксирующих Одни Междуусобицы Из Фрайберг Адрес Кетингенского Славянские следы Кетингенского После июньских По славяноведению На ценное образование Друга В Шенбергском Саду И сожалели О том Что в местной Библиотеке Уникальные Славянские Летписи Есть Которыми Владеют Австрийцы Лежат Ворохом Вместо Их Изучения Смотр Австрийской Армии Союзников России В 1804 Году Собрал Всех Принцев Династии Габсбургов Представляя Россию Кайсаров Попадал С обеда На обед То у Графа Батьяне То у Графа Эстергази Он Дивился Венгеркам Расшитым Золотом Ценой В несколько Миллионов Гульданов Кайсаров Катаясь Летом На лодке По Дунаю Вновь Подхватил Простуду А пока Безопасный Маршрут По Европе А Европа Была уже Оккупирована Наполеоном В Сербии Они проехали От Карла Ватца До Белграда Изучая Монастыри Раково Отц Хопова И исторические Летописи Слушая песни О янычарах Ополчившихся Против славян На южной земле Героем песен Был И Знаменитый Георгий Петрович Или Кара Георгий Очень личность Неоднозначная Вождь Освободительного Движения Положивший Начало Династии Карагеоргиевичей Видели Путешественники И могилу Царя Сербского Лазаря Вравнице Который Сложил голову В борьбе За независимость Своей страны На поле Косово Косово Что Русское Куликово Поле Даже Разница Всего в 9 лет Говорили Сербы Об этом Кайсаров Даже песню записал И привел Ее в своем Дневнике Переписал Он и грамоту Петра Первого Введенную В монастыре Верник О мире С турецким Султаном Путешественники Плавали по реке Савия Получали от немцев Отказ на въезд Белград Но прорывались Туда тайно В условиях Идущей войны Кайсаров Кайсаров На смеси На смеси Итальянского С французским В декабре Был триест И отдых в трактире Который держал Французский Профессор Философии В Венеции Оказалось Немало русских Живущих Несмотря на Режим Наполеона Пышно Вкусно И весело Насмотревшись На соборы Каналы Палацца И гондолы За неделю И помянув Недобрым словом Наполеона Который украл В Италии Все что было Даже приколочено Ну в частности Обобрал Ладью Дожи Бучинтора Квадрику Святого Марка Снес Путешественники Посетили театр Приютил их у себя Чиновник Депмиссии В Сардинии Переводчик Князь Петр Борисович Козловский Он стал Андрею Кайсарову Тайным свояком На его сестре Без позволения Матушки Женился Михаил Кайсаров Князь был умен Эрудирован И остроумен Они подружились Вернувшись в Вену Андрей Кайсаров Расстался Со своим Другом Спутником Александром Тургеневым Семья его Вызвала В Россию Сам же Андрей Отправился Доучиваться В Гетинген Твердо избрав Сравнительное язык Знание И решив Что будет заниматься Словистикой После очередного Семинара В компании С русскими студентами Кайсаров съездил В Баварию И Франконию Но поездку Прервала лихорадка Вторая После Венеции Словарь Который он создавал Остался Незавершенным Но в Дерпте Было опубликовано К нему предисловие Правда Только через 150 лет Работа над словарем Была явно Не посильна Для одного человека Пусть и полиглота Тем более Что Кайсаров Буждал братьев Славян Собирать свой эпос Работать над ним Над грамматикой Несмотря на Противостояние С турками А завершая Своё образование В Гетингене Андрей Кайсаров Писал докторскую Диссертацию Об освобождении В России крепостных Он посвятил Её Александру Первому И рассуждая О муках, тирании Нравственных страданиях Раба Потери надежды На освобождение Слабость духа крестьян И их безучастность Ко всему вокруг Кайсаров Предупреждал Никогда не отпускайте Крестьян Всех разом Изучая русскую правду И судебник Ивана Грозного Кайсаров Пытался понять На каком этапе Крестьянство Было закабылено Получалось Что после Ивана Грозного Он смотрел На статистику Прироста Населения И увязывал Это с приглашением Иностранных колонистов Для обработки Земли Это можно было бы Поручить Освобожденным Крестьянам Которые бы Жили общинами Судебная власть Пока не могла Гарантировать Крестьянину Безопасность Да и просвещать Нужно Народ Прежде Освобождения Диссертацию Кайсарова Признали Философской Из-за Отвлеченности Идей Далеких от экономики И статистики Благородных порывов Но даже С точки зрения Мечты Она была Путеводной Через Министра Просвещения Новосильцева При посредничестве Тургенева Кайсаров Передал Свой труд Царю Сделав Трижды Перевод На русский язык Александр I Отдарившись Как всегда Перстнем Положил Книгу Подсукно По совету Спиранского Со своим Негласным Комитетом Но вот брат императора Будущий Николай I Будет очень серьезно Изучать этот текст И начнет подготовку К отмене крепостного права Параллельно С модернизацией Промышленности Он прекратит Рост числа Крепостных Создаст С десяток Законодательных Комитетов Которые должны Были просчитать Все степени Риска И последовательности Действий Было издано 300 законов Которые Вели к цели Николай I Видел, что Экономические Предпосылки Еще не созрели Хотя и росло Производство Хлеба И картофеля Помещики Сопротивлялись Не желая Терять доходы От хозяйства Но уже Александр II Был поставлен Перед выбором Сложившимся После неудачной Крымской войны Вызванной Предательством Союзников Отменить Крепостное Право разом И сохранить Государство Либо потерять Все На Западе Этот процесс Занял Несколько Столетий И он не сопровождался Ни едином Указом Тем не менее Кайсаров Заложил основы Для очень важной Реформы Если бы он знал Как дети Николая Тургенева Будут страдать От крепостных Замашек Своей матери Пережив Все это Иван Сергеевич Тургенев Мог бы подписаться Под каждым Словом Труда Андрея Кайсарова Посетив Англию Кайсаров Убедился Что нет на свете Совершенных Государств Хотя Туманные Альбионы Поразил его И машинами И свободой Но на виду С этим Были и нищета И погоня Заприбыли Кайсаров Отучился В университете Эдинбурга Занимаясь Историей Скультурой Европы Археологией Этнографией И даже получил По медицине Докторскую степень Но более всего Его привлекали Записки иностранцев О Москве Сделал он Копии И для Карамзина К сожалению Они сгорели В московском пожаре 1812 года После выступления Перед местным Обществом Ученых Кайсаров Даже избрали Почетным Гражданином Одного Из шотландских Городков Он говорил Так, что Люди его Слушали Всегда с восторгом На любую Тему Цитируя По памяти Источники Столь уникален Был этот Молодой Энциклопедист Съездил он И в Данию Побывал В архивах И музеях В свое 25-летие Кайсаров Встречал Хлебом С луком Так он Питался Пять месяцев Подряд Зато Путешествовал И деньги Были направлены На проживание Покупку Книг Еще летом 1807 года Гуляя По Геттингену Кайсаров С Николаем И Сергеем Тургеневыми Вновь поднимался На Гарц И рассуждал О планах Наполеона В отношении Европы О том Как просвещение Уживается с тиранией И свободолюбие Порой разрушает Нравы Приводя к революциям С тяжелыми Последствиями 16 ноября 1806 года Александр I Подписал Манифест О войне С Францией Леонти Бениксон Встал во главе Нашей армии И вступил С нею В завоеванную Французами Пруссию Русские Там в раз Оказались В изоляции В конце 1808 года Кайсаров Решил Покинуть Европу Полиглотом Словистом С несколькими Докторскими Степенями Повидавшим Мир С записями Песен И сказаний С четким Планом Будущих Исследований Как выразился Он сам Прошел Через соблазны Европы И не потерял И Пера Из своих Крыльев Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин